Октябрь 1917 года. Петроград в страхе. Все ждут то ли вторжения немцев, которые уже захватили Ригу, то ли кровопролитного восстания, которому открыто призывает Ленин. В считанные месяцы русская армия развалилась, а маргинальная партия большевиков стала самой влиятельной в столице. Как это произошло? Полгода назад в России случилась революция. Не стало царя, не стало старого мира. А новый мир еще не придумали. Старая власть в тюрьмах, императорская семья арестована. Николая II теперь называют бывший царь и гражданин Романов. Новая власть называется Временное правительство. На то время, пока не будет созвано учредительное собрание, которое учредит в стране новый порядок. Вместе с правительством организуются советы, группа депутатов, которые не претендуют на власть, но считаются представителями народа – рабочих, солдат и крестьян. Все это вместе называют воевласти. Но поначалу власть волнует немногих. Главное – это свобода. В России отменяется смертная казнь и цензура. Объявлена политическая амнистия. Всеобщую радость сначала не слишком оврачает даже продолжающаяся мировая война. Тем более солдаты теперь сами решают, воевать им или нет. Главный проводник новых идей и реформ – министр юстиции Александр Керенский. Керенский собирает многотысячные толпы на митингах. Его называют «рыцарь революции» и «солнце свободы России». Его признают и Временное правительство, и советы. А народ просто молится на своего кумира. Толпы собирает не только Керенский. Митинги проходят на каждом углу. Появляется новый глагол «митинговать». Везде выступают все желающие ораторы или, как говорят неграмотные рабочие крестьяне, оратели. Особенно популярны профессиональные революционеры, которые были вне закона при царе, а теперь возвращаются из ссылок или из-за границы. Среди них – политэмигрант, большевик Владимир Ленин, который приезжает в Россию из Швейцарии. Скоро возвращается еще один знаменитый революционер – Лев Троцкий. Оба они выступают за немедленное прекращение войны. Мировая война тянется почти три года, и союзники России давно боятся, что немцы заключат с русскими сепаратный мир. После революции русские солдаты все чаще отказываются выполнять приказы начальства. Спасти армию от разложения должен все тот же народный герой – Александр Керенский. Он становится военным и морским министром и готовит первое за долгое время наступление русской армии. Керенский сам ездит по фронтам и уговаривает солдат продолжить воевать. В это время в тылу все сильнее чувствуется разочарование. Революция победила, но жить не стало легче. За порядком никто не следит. Новая милиция не справляется с преступностью. Обычным делом становятся самосуды. Когда воров ловят и коснят прямо на месте, жизнь ужасно дорожает. Снова как и перед революцией, у магазинов огромные очереди. Почти нет хлеба, молока, масла, сахара и яиц. Процветает только торговля семечками. В одном Петрограде их покупается на 300 тысяч рублей в день. Тротуары завалены шелухой, которую никто не убирает, потому что нет дворников. Семечки кажутся символом этой новой реальности. Вся Россия грызет семечки и друг друга. На фронте все-таки начинается наступление. Русские войска прорывают о вороны противников Галиции. Газеты сообщают о грандиозном успехе. Однако радость оказывается недолгой. Наступление захлебывается. И начинается отступление, переходящее в паническое бегство. Не помогает даже призыв женские батальоны смерти, которые должны своим примером показать мужчинам, как надо сражаться за родину. Солдаты бегут целыми дивизиями. Иногда попутно грабя и убивая своих же сограждан, живущих в украинских городах и местечках. Председатель украинского парламента Центральной Рады Михаил Грушевский называет русскую армию «бандой погромщиков». Он же ведет переговоры со временным правительством, требуя автономии Украины. Украинский вопрос раскалывает временное правительство. Несколько министров уходит в отставку. В этот момент солдаты Петроградского гарнизона при поддержке матросов, большевиков и анархистов устраивают столицы беспорядки, в результате которых на улицах мирного города гибнут десятки человек. Это уже похоже на гражданскую войну. С помощью верных правительств и войск восстание подавлено. И на мятежников начата настоящая охота. Граждане ловят большевиков на улицах и в трамваях. Ленина и компанию без особых доказательств обвиняют в шпионаже в пользу Германии. Многих арестовывают, а сам Ленин бежит и прячется в шалаше под Питером. Газеты публикуют репортажи о том, что Ленин не только немецкий агент, но и тайный буржуй. Керенский занимает пост премьер-министра. А Петроградский совет признает, что для спасения революции вся власть должна быть передана Временному правительству. Казалось бы, гражданская война отменяется, но на самом деле она только начинается. Новым верховным главнокомандующим недавно назначен герой войны генерал Лавр Корнилов. Он пытается восстановить дисциплину в армии и не допустить беспорядка в Петрограде. У генерала происходит конфликт с Керенским, который обвинил Корнилова в предательстве. Корнилов пробует захватить власть силы, однако оказывается, что ему не хватает поддержки армии. Керенский берет верх, но стремительно теряет популярность и союзников. То, что раньше считалось красноречием, теперь кажется болтовней, а артистизм воспринимается как женская истерика. Недоброжелатели обзывают его Александрой Федоровной по имени бывшей императрицы. Назначаются выборы в учредительное собрание. Россию объявляют республикой. Проходят бесконечные совещания представителей разных сил, но разговоры всем надоели. На смену весенней эйфории приходит безразличие и страх. Немцы тем временем захватили Ригу и Манзунские острова в Балтийском море. И теперь непосредственно угрожают Петрограду. По слухам, Временное правительство готово сдать Петроград немцам и эвакуироваться в Москву. Ленин открыто начинает призывать к немедленному захвату власти. Жители Петрограда боятся и ждут большевистского восстания. Хотя, конечно, понимают, что если оно и случится, эти поедатели семечек удержат власть не больше пары недель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова